Радио 54 По сообщениям СМИ, в Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы. Начнем с того, что возможно ли такое, вы в это видите? Научных статей не выпущено, насколько я понимаю. Доказательств никаких нет. Да, не подтверждено. Теоретически это, конечно, возможно. Подобные вещи уже не раз были сделаны на животных. И в принципе, так как эти технологии, они очень универсальны, то есть все механизмы очень универсальны, то есть то, что можно сделать на мыши, в принципе, можно повторить на человеке. Что какой-то особой проблемы в этом нет. Там сказано о том, что вот эти две девочки-близнецы, чей геном был отредактирован на стадии эмбрионального развития для защиты их от ВИЧ. По крайней мере, вот так говорят руководившие исследованием ученые. На самом деле, довольно странная постановка вопроса, в принципе, потому что от ВИЧ, в принципе, можно зародиться, защититься каким-то другими способами. Мы все их прекрасно знаем. В то же время существует множество наследственных болезней, от которых пока не найдено методов лечения. А редактирование генома – это один из потенциальных таких возможностей лечить именно наследственные болезни, которые действительно есть, от которых люди страдают, умирают. А тут же такая постановка странная – защитить их от ВИЧ. То есть в будущем каком-то, да? И вообще от всех заболеваний, я так понимаю. Нет, вот это конкретно то, что сделали сейчас. Это защита от ВИЧ. То есть от конкретного вируса. То есть они повредили конкретный ген, через который, то есть через белок, который он кодирует, ВИЧ проникает в клетки. То есть если он поврежден, ВИЧ такие клетки не заражает. То есть они специально повредили конкретный ген у этих людей. Но, опять же, возможно повредили. То есть мы об этом не знаем, как уже было сказано. Научной статьи пока нет. А мы, как ученые, не можем верить голым таким словам, выражениям, которые просто сказаны. Нам нужны доказательства. Всегда так было и так будет. Поэтому мы ждем, лично мы ждем вот этой вот статьи, где будет описание эксперимента, как это было сделано. Доказательства того, что было сделано. То есть все это доказуемо. То есть нужно проводить эксперименты. То есть вот этот ученый, который это сделал, он должен представить факты. Пока что, конечно, говорить об этом, как освещив факты, каком-то невозможно. А вот вы сказали на мышах, на животных. Это уже есть факты, да? То есть это все уже открытая информация, доказанная? То есть технология довольно молодая, ей примерно 5 лет. Но все это уже воспроизведено на клетках, культивируемых, как вот мы, например, делаем, на животных различных причем. То есть это мыши, крысы и так далее. На растениях. И это не только ВИЧ? Да, конечно, это не только ВИЧ. Какие еще? Это любые совершенно. То есть вот геном огромный, множество разных генов, там около 25 тысяч генов у человека, примерно столько же у мыши. И, в принципе, чем хороша эта технология, что на любое место генома можно ее направить, этот инструмент, собственно, и повлиять каким-то образом. Разнообразие огромное. То есть пытаются лечить и наследственные болезни, такие как болезнь Кентингтона, спинальная мышечная атрофия, дистрофия Дюшена. Вот такие вот заболевания, на самом деле, тяжелые. Есть модели крысинные, например, мышинные модели этих болезней. То есть они воспроизводят вот эти состояния, которые есть у человека. И с помощью таких технологий удалось, на самом деле, помочь, ну, скажем, этим крысам. То есть они как модельный объект выступают здесь, просто-напросто, чтобы проверить, действительно ли технология работает, насколько она безопасна, эффективна, все эти эксперименты необходимы. А тут люди вот в чем, почему так вот такая реакция бурная на этот эксперимент, который был сделан. Дело в том, что любая такая технология должна быть проверена, перепроверена сто раз, больше раз, чтобы она могла быть применена на людях. Пока что этого не сделано. То есть вот эта технология до этого, до этой стадии, она не дошла. То есть нужны еще дополнительные исследования, чтобы мы могли быть там на сто пятьдесят процентов или на двести, на триста, уверены, что она безопасна. То, что она работает, это факт. То есть это свершивший факт, который мы видим. То есть это не фантастика? Да, это не фантастика, это вот прям реальность. Реальность сегодняшнего дня. Этим и мы здесь занимаемся, в этом городке, и по всему миру сейчас это применяют. То есть проблемы никакой нет. Проблема в чем? Можно ли это применить на людях? Пока что большинство людей, то есть ученых, реально работающих в этой области, говорят, что нет. Пока на человеке применять нельзя, только потому, что это не перепроверено. То есть не доказано на сто процентов, что это безопасно. Новосибирск. 106,2 FM.